Прихожая у нас совсем-совсем небольшая, но здесь есть тоже зеркала, чтобы увеличить пространство. С этой стороны шкаф-купе с зеркальными дверцами, дверь входная в квартиру тоже с зеркалом. И со всех сторон можно на себя посмотреть перед выходом. Вот эта зона такая обычная из Икеи, наверное, всем знаком ящичек для хранения обуви. Здесь что-то вешают мальчишки обычно в свои курточки, когда прибегают со школы. И сверху в двух корзинах у меня одна корзина под зонты. Это важный объект тут зонты и для нашей семьи, и для всех гостей, потому что люди в Питер приезжают, зонты забывают. Ну как вообще так можно? Ну гулять надо, да, как-то. Это у нас автовый запас зонтиков в корзинах. И в другой корзине все для чистки обуви. Находится в этом шкафу тоже много всего на свете. Здесь подписанные контейнеры тоже из Икеи. Там шарфы и сумки, обувь, одежда зимняя вся сверху хранится. Сумка с резиновыми сапогами тоже находится здесь. Резиновые сапоги нам тоже необходимы в силу климата. Так как прихожая у нас очень маленькая, конечно, мы постарались ее сделать максимально светлой. И стены здесь оставили белые, как и во всей квартире. И сделали два светильника подвесных, немножечко таких тоже плетеных под дерево, чтобы они с корзиночками сочетались. Ну и чтобы их было все-таки два. Потому что когда хочется много света, мы их включаем оба. Когда не хочется, оставляем один только здесь, чтобы никого не разбудить в остальной квартире. Потому что свет у нас переходит из каждой комнаты в каждую. Где бы он ни светил, в какую-то из комнат он наверняка будет отражаться и будет заметен. А помнишь, сколько ремонт стоил? Я понимаю, что цены не актуальны. Просто как раз таки интересно посмотреть, что было пять лет назад. У меня муж ввел статистику всю. Про цены, конечно, он больше знает. Я у него спросила, а сколько стоил наш ремонт? Перед тем, как я вас ждала в гости, он сказал, что это был миллион двести. Включая мебель, диваны, даже полотенца. Все, что мы покупали, он вот это все записывал. То есть все, 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 все. Мы не проговорили, что на полу. На полу у нас во всей квартире единым контуром лежит ламинат. Он дешевый, китайский, но он для китайского очень хорошего качества. Он толстый, плотный. И поэтому у нас к нему, в принципе, нареканий нет. Кроме того, что как-то было такое, что мальчишки играли железными машинками и оставили несколько сколов на полу. Но вот они как появились у нас года три назад, наверное, после этого ничего не было.